Бусидо Зангиев и Беркович против Сано и Анджо. Международный парный бой. Йоджи Анджо первый вышел из раздевалки. За ним следует Наоки Сано. И где же наше? Виктор Зангиев и Владимир Беркович. В середине Беркович, Виктор Зангиев и Беркович, Виктор Зангиев. Ну, показывает Владимир Беркович, а вот уже и Виктор Зангиев. Первый выходит Беркович, за ним Зангиев. Беркович здесь в Будакане выступает в неизменном красном трико со звездой на спине. Ну, а Зангиев выступает в трико синего цвета. Нет, сегодня Зангиев поменял цвет своего трико. У Зангиева тоже красный, но это правильно. Сделано для того, чтобы не перепутать, как говорится, своих и чужих. Итак, пара Наоки Сано и Йоджи Анджо против Владимира Берковича и Виктора Зангиева. Это Йоджи Анджо. 220 паунд. Сано Наоки Сано. 29 лет Наоки Сано. И сейчас посмотрим Йоджи Анджо. 28 лет. Ровесники. Эти два японских бойца, которые составили новую пару, абсолютно новую пару. Наши, естественно, постарше все-таки Владимир Беркович, чемпион Европы по вольной борьбе. 350 паунд. Трико с надписью СССР. Всего и полагается. Ну, а это уже Виктор Зангиев. Также неоднократный победитель множества турниров по греко-римской борьбе. Ему 34 года, а Владимиру Берковичу 37 лет. Значительно старше. Не значительно, но тем не менее старше наших японцев. Старше, тяжелее и, самое главное, опытнее. Но опытнее-то в борьбе. Беркович вообще не очень удачно выступает здесь в Бущидо. Именно в парных поединках, как правило, он проигрывает свои микродуэли, когда борется парами. А если мы вспомним пару Зангиев-Хосемиков, то, я думаю, это эталон был парной команды. И не знаю, кто сможет противостоять этой паре Зангиев-Хосемиков. Будет традиционное рукопожатие, нет? Отказался Наокис. Нет, Наокис Санна не отказался пожимать руки. Йоджи Анджо показывает Берковичу, что, мол, мы будем бороться с тобой. А Санна пусть борется с Зангиевым. Нет, Йоджи Анджо предпочитает бороться первым и хочет что? Хочет бороться с Зангиевым. Зангиев принял этот бой, принял этот вызов. Ага. Вот с ударами ногами-то у Виктора не очень все хорошо. Ну, в принципе, борцы, где им учиться бить ногами. Зато, если Йоджи Анджо сейчас позволит себе такую роскошь, как сблизиться с Виктором, то Йоджи поймет, где раки зимуют. Так, что сейчас будет? Попытка болевого приема. Несколько ударов солнечных сплетений в исполнении Йоджи Анджо. Йоджи как резво начал этот бой. Что ж такое-то? И, по-моему, впервые за время проведения парных боев Зангиев надел специальные наколенники для ударов ногами. Что же он считает, что уже освоил технику ударов? Как хорошо Зангиев сейчас перевернулся. Молодец! Молодец, Виктор. Выпустил руки Йоджи Анджо. Виктор Зангиев. И что же сейчас будет дальше? Ну что, сейчас, наверное, пыл Анджо немножечко сбил, Виктор. Молодец, так же ушел. Но надо уже показать Йоджи Анджо. Хотя бы один раз нужно его бросить. А затем уже дело, как говорится, пойдет. Ага, вот что делает Виктор. Ну, сейчас он должен начать бросать. Если получится, Беркович кричит, давай, давай. Но давай, давай, это не так просто сделать. Сами понимаете. Пока Виктор не может перейти к излюбленным своим приемам борцовским. Как-то броски с прогибом через себя. Но, думается мне, это все не за горами. Берковичу лучше постоять за пределами ринга. Виктору для того, чтобы почувствовать уверенность, нужно сбросить. Конечно же, нужно бросить, а не пропускать такого рода удары. А почему же... Вот, наконец-то. Боится. Нет, конечно же. Анджо не самоубийца. Он прекрасно понимает, что его ждет в случае броска. Так что, как говорится, молодец среди овец. Он молодца и сам овца. Так что, Анджо предпочитает пока бороться против Зангеева именно тактикой молниеносных и очень быстрых ударов. А Зангеев очень хочет все-таки подняться и объяснить Анджо, как бросали в соревнованиях по борьбе. Вот, пожалуйста, еще один очень показательный момент. Не хочет Йоджи Анджо быть брошенным. Но, вполне его право. Владимир Беркович меняет Виктора Зангеева. Виктору надо немножечко отдохнуть. Честно говоря, когда вообще Владимир выходит на ринг, у меня немножечко такое неприятное ощущение возникает, поскольку на фоне всех остальных наших ребят Владимир выглядит гораздо слабее. Посмотрим, как будет вести себя Беркович. Ага, все-таки Берковичу удалось схватить Йоджи Анджо. Но тот, видите, ну что же за приемы такие в исполнении Анджо? Боится он, что его бросят. Ну что же это за самурай-то такое, а? Объясните мне, пожалуйста. Ну, Володя, брось разок. Надо идти, надо нырять в ноги. Надо нырять в ноги. И уже бросать оттуда. Так, ну что, может получиться сейчас бросок или нет? Судья разнимает. Хватит уже думать о прическе. Надо бросать, Владимир. Надо идти, надо нырять в ноги. Надо каким-то образом сближаться с Йоджи Анджо и бросать. Вот может что-то сейчас получиться. Но это некое такое жалкое подобие того, что могло бы произойти. Согласитесь. Потому что о том, как умеют бросать наши ребята, мы видели и видели это неоднократно. Вот, к сожалению, Беркович имеет довольно смутное представление о проведении болевых приемов. Вот это вот большая проблема. И вот впервые появился на Оки-Сану на ринге. Ага. Ну как он себя покажет? Посмотрим. Беркович такое ощущение, что побаивается его, нет? Так, ну что, надо бросать сейчас. Получится или нет? Получается великолепно. Вот это нужно было делать очень давно. Вот, к сожалению, не умеет проводить Беркович болевые приемы. Не получил сейчас у него захват руки. Хотя все было, все говорило в пользу именно такого болевого захвата. Берковичу нужно вставать. Конечно, нужно вставать. Нужно еще раз бросать. Должен пройти бросок. Должен пройти бросок. Не надо так долго думать. Владимир! Вместо того, чтобы бросать, он пропустил два очень болезненных и чувствительных удара в челюсть. Вот на Оки-Сану. Ну и правильно сделал. Так. Зангив сразу же прошел в ноги. И вот такой прием исполнения Виктора Зангива очень опасен. Очень болезненный. Вы посмотрите, что сейчас делает. Что сейчас делает Виктор Зангиев? Да зачем же отпустил Зангиев на Оки-Сану? Чего ради? Что же он делает? Мог бы принести победу. Ну что, опять будет бросать, видите, да? Конечно же, надо поднимать. Но это смешно. Почему же наши не делают то, что должны делать? Объясните, пожалуйста. Попытка на Оки-Сана провести болевой прием. Уж то, что болевые японцы делать умеют. Хотя, вот, пожалуйста, сейчас уже болевой будет проводить Виктор Зангиев. Какую сторону будет крутить он на Оки-Сану? Может быть, имеет смысл отпустить? А, его нога была зажата в руках у Сана, и поэтому не удалось перевернуть нашему атлету японца. А вот если Виктор бросит в таком положении Сана, то тому не позавидуешь. Это точно. Вот удастся ли, удастся ли это сделать? Вы посмотрите. Ага. Вот сейчас может что-то получиться. На Оки-Сана сразу же движется к канатам. Посмотрите. Такие удары для Виктора не страшны. Он это показал неоднократно. Двойной Нельсон. Двойной Нельсон в исполнении Виктора Зангиева. Попытается он сейчас разорвать. Отлично. Отлично провел бросок с прогибом через себя. Виктор Зангиев. Какой молодец. 21-14. Открыт счет. Это естественно. Это естественно. Вы посмотрите. Приземление на плечи и на шею. Ну что, Зангиев, еще раз? А что это сейчас будет? Можно объяснить? Ну зачем же, Витя? Зачем? Почему же он поднял Сану и позволил тому подняться? Ну что же такое? Ведь это может стоить победы. 20-14. Близость Канады спасла Зангиева. Ну вот такая вот, ну я не знаю, мгновенная расхлябанность и самоуверенность не красит нашего атлета. Нет. Такое Бущидо нам не нужно. Пора меняться. Зангиеву. Измочалил уже на Окисана. Витю. Да что ж такое, а? И судя по всему, это нокаут. Все. Это нокаут. А ведь... А ведь говорили. Вот он удар смертельный. Он не смертельный, конечно же, но смертельный в плане поражений в этом поединке. Да что ж такое. Победителен Сану и Анжо. Конечно, сегодня сделал Йоджи Анжо. На Окисана выглядел очень бледно в этом поединке. Так же, впрочем, как и Владимир Перкович. Ну вот так вот. Как говорится, по делам. Это будет очень хорошая наука для Виктора Зангиева. Будем надеяться, что в следующем Виктор не будет допускать себе такую вот самоуверенность. Да, Сану говорит, что, конечно, было нелегко, когда Зангиев просто-напросто был королем. На ринге. Казалось, что силы Зангиева уже заканчивались. Поэтому Сану говорит, что было бы правильно на моем месте передать инициативу Йоджи.